В АТРАУ начали чипировать каспийских тюлени. Как ученые намерены изучить места их обитания и обзаведения потомства? О первых неожиданных результатах эксперимента и об этих удивительных млекопитающих расскажет Виктор Сутягин. Спутниковые метки укрепили на девяти взрослых тюленях. Для этого учеными была проведена целая операция. Нужно было подобраться к лежбищу, не распугав животных, отловить тюленя, не травмировав его. Наши спутниковые метки прикрепляются к тюленям, к холке или к голове специальным эпоксидным клеем, который абсолютно безвреден для животных. Результаты эксперимента уже превзошли все ожидания. На мониторе в режиме реального времени вся жизнь популяции каспийского тюленя. Тюлень был помечен здесь и выходил он на берег в одном районе. И в течение менее, скажем так, одного месяца он проплыл более, скажем так, в районе тысячи километров, доплыв до побережья Махачкалы. Попутно ученые узнают пути миграции тюленей, места, где они кормятся, на какую глубину ныряют в погоне за добычей, а нырять они могут на 80 метров. В январе тюлени обзаводятся потомством, рожают на льду. Ученым предстоит выяснить, где кочующие по всему морю стаи устроят роддом. Кстати, молоко тюленя – единственное млекопитающее в Каспии, очень жирное, до 50%. В этом они уступают только китам. Изучение популяции тюленей продолжится весной совместно с российскими учеными. Для этого привлекут специальный самолет. Оборудование самолета-лаборатории позволяет вести мультиспектериальную съемку, которая включает в себя фото, видео и инфракрасную съемку, которая связана с автоматизированной системой навигации. Эта работа позволит установить истинную численность животных в Северном Каспии. Не считали тюленей, которых в прошлом веке здесь обитало больше миллиона особей, много лет. По данным российских ученых, их сегодня 300 тысяч. Казахстанские называют более скромную цифру – 100 тысяч. Реальную цифру покажет детальное изучение этих удивительных существ, которые, как человек, могут и плакать, и менять выражение глаз, показывая заинтересованность, страх или радость. Виктор Сутягин, Тимирлан Сутенгазиев, Жандос Рахметуллин. Итоги дня. Атыраусская область.